Я не вижу смысла здесь вам читать большую лекцию, но выскажу концептуальный взгляд на происходящее, а дальше я отвечу на те вопросы, которые вас больше всего волнуют. Мы все устремились к столетию Великого Октября, одни опираясь на лучшие в тысячелетние достижения нашей России, а советская эпоха несравненно была лучшим периодом. Мы были самые умные, самые храбрые, самые победные и самые космические. И то, что сегодня бережет нашу державу ракетно-ядерный паритет и задел в области науки и образования, по-прежнему это заслуга Великой Советской войны. Но к этой дате готовятся и все наши оппоненты, ибо советскую страну не одолели ни фашисты, ни ядерный шантаж американцев, нас разгромили русофобией, антисоветизмом и национализмом. Эта трехфазная идеологическая бомба взорвалась в голове каждого, парализовала управление, проточила границы там, где их никогда не было, от Пскова до Краснодара, и она сумела разделить народы, которые тысячу лет в походах, в трудах, в муках создавали одну из крупнейших держав в мире. Если мы не осознаем, не осознаем эту опасность, не поймем суть технологий, новых информационной, информационной, идеологической борьбы с нами, то Российскую Федерацию ждет та же судьба, что СССР в 1991 году. Сегодня самые злобные силы снова подняли волну антисоветизма, русофобии и национализма. Во что это выливается, вы увидите в прекрасной Украине. Украина имела лучшие показатели в рамках СССР. Она имела полное основание создать полноценную государственность. 50 миллионов человек, 50 миллионов тонн хлеба производили по тонне на человека, 50 миллионов тонн нефти получали из союзного котла, великолепная авиационная промышленность, классная наука, делали лучшие ракеты на Днепропетровском заводе, лучшие моторы, машины, все было. Образован население, приятный климат. Чего не хватило? Не хватило идеи национального единства и государственно-политической воли, чтобы реализовать этот потенциал. Получили нацистско-бандеровскую свору под руководством американских политтехнологов и ЦРУшников, войну на Донбассе и распад государств. Поэтому мы должны, готовясь к столетию, осмыслить все это очень глубоко. Молодежь не любит длинные читать книги и работы, но я хотел, чтобы вот подвиг социализма вы взяли с собой и внимательно посмотрели. Здесь есть каждое десятилетие нашей жизни в последнее время. За один вечер можно пролистать и понять, что происходит реально и в мире, и в нашей стране. Если в целом обобщать прошедшее столетие, первые, за первые 40 лет было 24 военных конфликта. 25-й была война против СССР, фашистской Германии. Если посмотреть на стыки тысячелетий, уже полыхало 35 войн и военных конфликтов. Всего оказалось недавно, когда вы ходили в школу. Я считаю, что современный мир не только усложнился, он стал более взрывоопасным со всех точек зрения. Мы должны посмотреть, какие есть три сценария мировой политики в прошлом веке. Был советский сценарий. Ленин в вашем возрасте, в 24-25 лет, засел за исследования истории российского капитализма, поанализировал 500 источников и пришел к выводу, что это периферийный капитализм, что он будет обслуживать банкиров Лондона, Нью-Йорка и Парижа, что он не справится с вызовами, что его непременно втянут в раздел мира, когда Германия придет, она пришла последняя к столу этого передела, и что мировая война неизбежно капитализует, породит империализм, и что Российская империя сгорит в этой войне. Поэтому он предложил объединить страну не на национализме, не на войне, а предложил мир народам, хлеб голодным, землю крестьянам, заводы рабочим и предложил новую экономическую политику. Он предложил собраться на съезде депутатов и сформировать новое государство на основе труда, справедливости, дружбы народов и прекрасного образования. И обезумевшая в войне страна согласилась с этим. Ничего похожего в истории человечества не было. Впервые прогласил логов не человек человеку-волк, а человек человеку-товарихи-друг. И кто бы вам что ни говорили, Ленин останется в памяти народов, что бы ни делали, с памятниками, книгами, с чем угодно. Он предложил построить царство небесной справедливости на земле. Раньше Иисус, Магомед и Гутто предлагали его загробным миром. И этот эксперимент советский был потрясающим по эффективности. С него брали пример вся планета. Он позволил раздолбить фашизм, но решил проблемы, которые не решались веками. У нас в начале прошлого века каждый второй не умел писать и читать. А войну мы встретили самым образованным населением в 41-м году. Самыми храбрыми командирами, солдатами. Не случайно фашистские генералы заявили, вообще-то войну мы проиграли не Красной Армии, а проиграли учителю советскому. Мы даже не поздравили, что он за считанные годы подготовил такого храброго, умного и смелого командира и солдата. Второй сценарий это было новый порядок Гитлера. Казалось бы, цивилизованная Европа покрылась коричневыми пятнами. Сначала Италия, потом Германия, потом Альшус Австрии, потом Судеты, потом Нахдранхостон, и все покатилось. Казалось, все есть у Европы. И новые технологии, и культурные прекрасные наследия. А когда идеологией стало варварство и насилие, тогда Европа превратилась в военный костер и пожар. Они родили Гитлера, они его выписали, они ему отдали власть, они его вскормили, они его гнали на восток бороться с советской страной. Но он вначале их нагнул, потому что бороться с нашей страной без потенциала Европы невозможно было. Гитлер завоевал всю континентальную Европу. Хваленая французская империя была расколочена за 44 дня. К слову сказать, под Москву фашисты приехали на французских машинах. 2 миллиона 300 тысяч машин было реквизировано и приехали под Москву штурмовать нашу столицу. Вот второй вариант. И третий вариант, новый порядок, новый курс Рузвельта. Когда Америка прессала и танцевала в 1927 году, в 1929-м развалилась. Избрали Рузвельта. Он прислал двух советников в советскую страну. Они были несколько месяцев. Приехали и сказали. Фантастика. Что не делают, это фантастика. Однопартийная система не годится, но что делают в экономике, это фантастика. И они взяли у нас планирование, государственные программы. Но Рузвельт вам ее рисует, такой добрый дедушка, который в коляске ничего похожего. Это был очень сильный, волевой, очень умный политик, который прекрасно понимал, что такое власть и как ее надо употребить в всеизвечайных условиях кризис. Вам для школы, вам это не скажет нынешняя власть. Он собрал свой совет, а в Чикаго, вы видели, аль-капоне, банды, которые схватывались. Фильм показывает. Развалилось все. 25% безработных, спад производств сумасшедший, разваливается государственное управление. Он собрал и говорит, что делать с отъявленными бандитами. Они говорят, решивные заседатели, адвокаты. Он говорит, кто из вас пойдет свидетелем? И все убрали голову в плеч. И кто из вас не дойдет свидетелем? Поэтому создал два спецподразделения и пленных не брали, когда банды схватывались. Через полгода задавил отъявленный бандитист. Потом пригласил тех, кто наворовал много. И сказал, мне некуда с вами разбираться. Но я вам найду теплое место, проведу туда дорогу или ту станцию. А вы туда вложите свои наворованные капиталы. Кто видел в фильме Лас-Вегас, это тогда наворованные капиталы был туда направлен. А потом позвал тех, кто владел Америкой, полсотни. И сказал, вы отдадите мне половину. Я откуплюсь от бедных, накормлю голодных, организую государственные программы, усилию управления и буду вытаскивать нашу страну. Ну, все думают, а зачем ему отдавать, какой стать? Он говорит, ну, сроку времени у вас мало на раздумье. Если вы мне не ответьте в ближайшие дни, то у нас через год будет то, что в России было 17. Потеряете и капиталы, и головы. Вот перед вами три сценария мировой полиции. Новый курс Рузвельта и новый мир Ленина-Сталина объединились в войне против фашизма. Сейчас никак не договорятся и по-прежнему выпускают на вам сцену нацистов, спецопераций, информационную борьбу и военные армады. Еще один вывод, который вы должны узнать, прежде чем перейти к частности. Когда в прошлом веке было три гениальных проекта. Социальный проект Ленинско-Сталинской модернизации, атомный проект советский, манхэттенский, американский, который дал 200 новых технологий и космический проект наш. Мы получили полный приоритет, обогнали американцев на 15-20 лет. Эти три проекта показали миру, что можно найти решение. И после того, как космонавты оказались там, собрались, кстати, в Вашингтоне собирались самые умные, талантливые, влиятельные в 1966 году, 50 лет назад. И, если вы найдете книгу в Ленинской библиотеке, я думаю, есть, я ее читал все время, был удивлен. Они тогда решили избавиться от всех проблем в 2000 году. Победить болезни, нищету, все сделать для того, чтобы уничтожить ядерное оружие. Даже назначили время в 1999 году, когда произведут мировой фейерверк по поводу уничтожения ядерного оружия. Прошли годы, когда в 2000 году он собралась, все ахнули, на первом месте болезни, появились новые, которые не знают подключить, на втором месте, на первом бедность, на втором болезни, и на третьем разрушена экология, среда обитания. А через 15 лет, год назад, снова, на третье место ворвался терроризм, потеснил немножко экологию, хотя экология остается опасным в мире. Все 10 опасностей, которые были, только усилились. Я лично давно сделал вывод, что в рамках капитализма ни одна социальная проблема решена быть не может. Технически возможно, но эту технику можно назначить, направить на то, что завтра вам из океана будут включать не только мобильник, и телевизор, который вы смотрите. Завтра вам под лопатку колят чип и вас найдут в любых джунглях, в любой пещере. Вы никуда не убежите. Завтра вас отберут удостоверение и документы и дадут вам карточку, и вы не войдете ни в одной магазине, ни в одну поликлинику, ни в одно метро, если они вырубят вам такую возможность. Это будет электронно-ботовой консляции похлеще любого Дахау и Майданника. Такая перспектива тоже возможна. Есть ли противовес? На мой взгляд, есть. Наша цивилизация уже показала наш опыт, опыт того, что мы с вами в чрезвычайных условиях сохранили красный ген, верность Ленинскому знамени, знамени победы, сохранили волю и мужество в борьбе, защите трудового народа и желание гуманизировать максимально эту жизнь есть. Под это подготовили фракции, свои законопроекты и многое другого, тоже принципиально имеют большое значение. Поэтому мы с вами делаем удивительно полезную работу. Никаких других сил в том же в том плане и в современной России. Кто бы мог противостоять этому нашествию, сегодня нет политических. Если бы были покрепче наши друзья на Украине, бандеровщина не пришла бы к власти. Если бы мы вовремя сложили усилия все государственно-патриотические силы, мы бы давно сформировали правительство народных интересов и национального доверия. Если бы пять раз активнее вступало молодежь комсомола партию и были статичные манифестации в Москве, давно бы сформировали идееспособное правительство, которое выражало бы интересы всех трудов и поэтому перед нами сейчас развилка, как у того были на Валерии Муромца. Налево мы ходили, мы имеем уникальный опыт создания государства, но забыли, что нужна сменяемость и обновление вовремя кадров и строгий контроль за исполнительной властью. направо сходили, отдайте все сильным, жадным, если у них получится, может с вами поделиться, если вас не растопщат, не берут и не изнасилуют, извините за выражение. Сходили, мы их видели, в лице спившегося Ельцина, разложившегося беспомощного Гайдара, бурбулицы всей этой публики. И теперь вот стоим снова у этой развилки. Поэтому левоцентрический курс на сложение усилий всех государственных патриотических сил, которые я провожу последние годы, он может дать очень большой эффект. Но надо научиться работать со всеми. И прежде всего с молодежью. Надо укреплять свои структуры организации, надо иметь все. Когда говорят вот власть, власть это прежде всего власть идеи. У Ленина была гениальная идея, политическая воля, организации, которой не было, новой партии, нового типа. Была потрясающая тактика. Эти ломают страну 25-й год через колено навязывая либеральную модель, смертельную для России. А Ленин за 5 лет сменил 4 варианта полиции. Военный коммунист не пошел. Про дрозерско жестко, про налог лучше. Внет 20% членов партии ушли. Из партии опять перемирился с частной собственностью. Он сказал, гражданская война начинается, второй виток. Мы теряем страну. учиться надо вовремя принимать решения. Сталин ни одного слова не сказал, хотя не раз спорил в том числе и по национальному вопросу Ленин, но он взял все лучшее и провел модернизацию потрясающую по своему эффекту. Мы четыре фильма подготовили на эту тему. Смотрите, у вас откроются глаза на нашу историю. Поэтому у нас с вами сейчас очень важно, исключительно важно задать. В ближайшие полтора-два года не ошибиться вновь. Власть сегодня не работает. Точнее, она не работает на развитии. Механизм нет, система не работает. она работает на сохранение своих должностей и на информационно-политическое дурачение маски. В результате выборов вы видите, что выборы скорее напоминают эту операцию. Но, тем не менее, сама обстановка меняет настроение граждан. И здесь так и возникает опасность, которую Ленин предупреждал, завтра и послезавтра у нас на плене будет. Нарастает хаос. Коммунальный хаос. Смотрите, в этом году дефолт все в коммуналке в Иркуте. Чуть не угробили весь город. Тоже в Красноборске под Москвой две недели сидят колы. Тоже в Пензе все сгнило, деньги украли пачками и остальное. И он будет нарастать, потому что 40% живут жилье Хрещевской и Польши. С точки зрения военно-политической внешней мы поддерживали ряд операций. с точки зрения внутренней как финансы, экономика были в руках либеральные своры, так они остались. При таких налогах, при такой системе управления финансами невозможно решить ни одной задачи. Мы подготовили целый пакет бюджет, триллионов остановились на 13 с половиной, но он ничего не дает решить. Никакой проблем. Я ходил на госсовету, на Ждуму и говорил назовите мне хоть один пример, когда вы решили проблему модернизации, тратя на науку и образование меньше, чем по 7%. Никто ни разу нигде и никогда. А у них в 2-3 раза меньше. Ну тогда каким образом глупые необразованные люди с вашим ЕГЭ могут решать задачи повышенной сложности? Вот посмотрите и послушайте финансистов и социологов, посмотрите и тогда. У него есть сильный министр иностранных дел Лавров. Толковый, грамотный, опытный очень Шойгу. Есть Пучков, который каждый день занимается изучением и имеет опыт и так далее. Есть Колокольца, который прошел всю милицейскую школу и понимает как с этим бороться. Но вся финансово-экономическая система не обеспечивает эти министерства. Деньги можно заработать только в экономике, промышленном и сельском хозяйстве. А там сидят те же, которые сидели при Ельцине. И ничего не меняется. Поэтому кто бы как тут не относился, его финансово-экономический курс, неизбежно обанкротить. И он снова приведет к этому. Возьмите четыре последних года, я завершаю, и вы ахнете. За четыре года ВВП России упал на восемь процентов. Недополучили сто триллионов рублей. Это значит сорок триллионов бюджета. Три годовых бюджета потеряли. потому что то же самое, ничего не предлагают для развития производства экономики. Ничего абсолютно. Говорят, денег нет. Это самая большая ложь. Денег много. У кого деньги? Один процент захватил девяносто процентов богатства Российской Федерации. Такого расслоения нет ни в Африке, ни в Латинской Америке. Хотят ли они платить налоги? Они не хотят платить налоги. В мире все такие богачи платят прогрессивную шкалу. У нас они 13. Да еще вот недавно приняли решение, чтобы им компенсировать еще. Поэтому начну эту таблицу смотреть, журнала Форбс Ахнете. Кризис в России, а миллиардеры и миллионеры растут как грибы. Их увеличилось за прошлый год на 10-11%. Поэтому сама по себе эта политика абсолютно никудышная, опасная и может привести к самым тяжелым последствиям. Но в стране, в которой десятки изношенных атомных реакторов, 3000 особо опасных производств. На Украине можно выжать с огорода. У нас в лучшем случае в Краснодарском крае в Ростовской области всегда особо не выжили. А что касается Урала, Сибири, севера, северо-запада, без развитой экономики невозможно выжить в этом. Поэтому у нас все будет сложнее и жестче. И в этом отношении на вас ложится исключительно высокая ответственность. У нас с вами для эффективной политики сегодня есть почти все. Нужна массовая поддержка. Надо дойти вот ту гущу массы, ту студенческую аудиторию. Надо дойти, убедить, рассказать и показать, что есть реальная программа 10-го достойной жизни, есть пакет законов, есть структуры и есть уникальный молодежный опыт. Вот с ним мы сейчас познакомились и специально познакомили вас с этим. Есть люди, которые разбираются, которые умеют, которые понимают, которые накопили. Вот сейчас шли мимо стендов Новиков, был и Венесуэля на фестивале еще в одной, Афонин готовил вместе, вот, Шаргунов вместе в 16 лет пришел, был моим доверенным лицом на президентских выборах, когда вообще-то говоря, было смертельно опасно этим заниматься. Андрей Килычков победил руководителя крупнейшего префекта, когда говорили вообще, это невозможно, не подступитесь и так далее. У нас много. Он Ивачев сейчас целую программу вводит нового контроля. Любая исполнительная власть без контроля или с ума сойдет, или сопьется, или проворуется. Контроль по зарезу нужно. У нас сейчас накуплен такой уникальный опыт, пришли ко мне и говорят, как так ваша команда обыграла на первенстве Москвы все гранты? ЦСКА, тех, кто «Газпром» представляет, «Норильские Ники». Они пришли, вот вы наверное видели мультфильм, там жесткие игрушки в хоккей играют с мягкими. Вот наши мягкие игрушки всем до 23 лет, а там пришли и говорят, да они их растопчут. Я говорю, не волнуйтесь, сейчас начнем играть, увидите. И когда ребята звинтили во втором раунде, во втором тайме темп, да невозможно. Те не успевали оглядываться, как мяч передвигался и 3-1 проиграли. То есть можно, можно побеждать и на спортивном поле, и культурном поприще. Поэтому давайте вместе думать. А так я лично смотрю на вас с чувством исторического оптимизма. Спасибо. Давайте разобраться.